Спасибо большое. Спасибо. 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 «Изученные экспрессии БЕЛ КАЦ》ИМИК и андрогеновых рецепторов IRG. На фоне изучения экспрессии полученных биомаркеров мы попробовали построить предсказательную модель для безрецидивной выживаемости. Наибольший коэффициент корреляции был продемонстрирован между экспрессией БЕЛ КАЦИМИК и безрецидивной выживаемости. Результатом чего явилось построение уравнений линейной регрессии. И применение данного уравнения я попробую продемонстрировать на двух клинических случаях. Первый пациент 61 года. В 2015 году у него ситуация была стадирована как CT3A N1M0. У него имелось выраженный местно распространенный процесс и увеличение региональных лимфатических узлов. И также отмечу, что у него была выявлена неблагоприятная, крайне низкая степень дифференцировки опухолевого процесса. Сумма баллов по глисону – 9. На фоне терапии через 6 циклов отмечено изменения, которые характеризовались уменьшением опухоли предстательной железы, уменьшением простатспецифического антигена на 93%. И при гистологическом исследовании практически не удалось оценить степень дифференцировки аденокарциномы предстательной железы. И получен выявлен один метастаз из 26 удаленных тазово-минфатических узлов. Проведено иммуногистохимическое исследование трепан-биоптатов перед комбинированным лечением. При этом экспрессия ЦМИК достигала 100%. Однако на фоне терапии экспрессия данного белка снизилась только до 8%. И согласно данному уравнению, ожидаемый безрецидивный период должен был быть не менее 20 месяцев. Однако по факту мы получили, что у этого пациента безрецидивная выживаемость достигала практически 48 месяцев. И второй пример. Пациент практически по аналогичным критериям включения, ПЦА-20 на момент включения, по степени дифференцировки процесс носил характер СИТА-3БН1М0, имелся увеличенный лимфатический узел в запирательной ямке, проведено 6 циклов неодевантного лечения, на фоне чего отмечается полный регресс тазовых лимфатических узлов, и вторым этапом ему выполнено хирургическое лечение. Аналогично регресс ПЦА составил практически 99% у этого пациента, и выявлено 2 метастаза из 25 удаленных лимфатических узлов. На момент включения пациента в исследование экспрессия ЦМИК составила 70%, однако на фоне терапии, несмотря на снижение таких показателей, как, допустим, простатспецифический антиген, и в целом изменение объема предстательной железы, повысилась экспрессия данного белка до 90%. Используя формулу линейной регрессии, ожидаемый безрецидивный период для данного пациента составил 16 месяцев, и по факту тоже он составил 16,5 месяцев, что, в принципе, показывает воспроизводимость данной регрессионной модели в клинической практике. И выводы, основные которые мы на данный момент имеем по нашему исследованию, что можно использовать аналитически валидизированный подход в оценке патоморфоза МЕРФИ, то есть это подразделение критериев патоморфоза по группам А, В и С, и для предсказания продолжительности безрецидивного периода может быть использована оценка экспрессии протеина ЦМИК в послеоперационном материале. Благодарю за внимание. Продолжение следует...